27 ноября элитные подразделения военно-морского флота России отмечают профессиональный праздник. Морских пехотинцев готовят к обороне военных баз в акваториях, стратегических участков побережья и важных объектов, а также принимают в морской десант. Сегодня берчане почтили память своих товарищей. Их не так уж и много в Бердске, но в этот день они вместе. Морские пехотинцы отмечают свой праздник, который зародился более 300 лет назад. С тех пор морпехи принимали участие во всех сражениях, которые проходили в России или с ее участием. Сегодня берчане собрались, чтобы почтить память своих сослуживцев, которых уже нет в строю, и просто пообщаться. Быть морским пехотинцем – великая честь. Человек, который там был, послужил, он становится другим абсолютно. Ну и по крайней мере на своем примере я могу сказать именно так, что становишься другим человеком, взгляд меняешь на жизнь. И это остается на протяжении всей твоей жизни. Как говорят, морпех однажды, морпех навсегда. Владимир Байков служил в морской пехоте в городе Герой Севастополя. За годы его службы в 2004-2006 годах на Крымском полуострове была очень напряженная обстановка. Крым тогда еще входил в состав Украины. У нас, допустим, стоял штаб, как раз он, скажем так, на такой насопочке. И вот, получается, были такие провокации, что там враждебно настроенные украинские товарищи, то есть ставили свои палатки, там растягивали транспаранты, устраивали какие-то митинги, акции. Провокаций было много, но мы не поддались. Интересна судьба морской пехоты. На протяжении времени ее неоднократно упраздняли, реформировали и возрождали. Но морпехи продолжают охранять неприкосновенность страны.